МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Калининграде будут построены две средние школы и один детский сад к школам. Также начнется сооружение еще шести детсадов и четырех школ. В следующем году будут газифицированы районы еще немецкой малоэтажной застройки, Северная гора, современный поселок Малая Борисова и некоторые кварталы Московского района. Кроме того, предстоит перевести на газ 9 угольных котельных в разных районах города, приступить к строительству моста через реку Преголь, начать реконструкцию вольера для ластоногих и перестройку аквариума под террариум в Калининградском зоопарке. Будут проведены и другие работы по созданию в Калининграде комфортной городской среды. Акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат» впервые провело аукцион по продаже янтаря с сырца с инклюзами, сообщила пресс-служба предприятия. В ходе открытых торгов на очном аукционе было реализовано 39 лотов или кусков янтаря с инклюзами. Общий вес проданного янтаря составил 535 граммов, выручено почти 300 тысяч рублей. В торгах приняли участие 12 участников, сообщили в пресс-службе. Добавить, что оставшиеся лоты, а их 11, будут реализованы на онлайн-аукционе. Заочный аукцион был проведен в онлайн-режиме на электронной торговой площадке акционерного общества «Биржа Санкт-Петербург». В торгах приняли участие 6 покупателей. Они приобрели все 11 лотов, цена которых составила 76,6 тысяч рублей. Как сообщалось, на торге выставлено 50 уникальных янтарных сувенирных камней общей стартовой стоимостью около 200 тысяч рублей. Самый дорогой лот оценивался специалистами в 17 685 рублей, наименьшие – 800 рублей. При оценке стоимости учитывалась масса камня, размер и редкость. Инклюза – эстетическое художественное свойство минерала, которое имеет также и научную ценность. Инклюзами называют застывшие в ископаемой смоле частицы доисторической флоры и фауны. Как правило, это кусочки мха, фрагменты растений и насекомых. Возраст включений в калининградском янтаре достигает 50-60 миллионов лет. Инклюзии представляют также научную ценность. По ним изучают животный и растительный мир, существовавший десятки миллионов лет назад. В настоящее время комбинат ведет постоянную продажу янтаря на открытых аукционах для переработчиков янтаря, а также на электронной бирже «Санкт-Петербург». Так, за октябрь на бирже прошло 29 сделок по продаже более 14 тонн янтаря на сумму свыше 110 миллионов рублей. Акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат» по итогам 2019 года добыло 450 тонн янтаря, что на 10% ниже, чем в 2018 году. На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря в Приморском месторождении ведет только акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат». Десятые русские гонзейские дни пройдут в Великом Новгороде с 11 по 13 июня 2020 года, сообщил мэр города Сергей Бусурин. В 2020 году будут юбилейные десятые гонзейские дни 11, 12 и 13 июня. Они, как правило, совпадают с Днем города с карнавальным шествием на центральных улицах Великого Новгорода, сказал Бусурин журналистом. Он подчеркнул, что принимающая сторона намерена налаживать экономические связи с городами Союза. По словам заместителя главы администрации города и руководителя исполнительной дирекции Союза русских гонзейских городов Ирины Кармановской, в 2020 году в рамках мероприятия пройдет экономический форум. «Мы планируем реализовать проект «Гонзейская картинная галерея» в феврале в городе Торжок. Планируем составить календарь мероприятий, где каждый город, входящий в состав русской Ганзы, представит свой проект», отметила Кармановская. Также в рамках мероприятия пройдет медиафорум «Россия и Ганза», поддержанный фондом президентских грантов. Великий Новгород в 1993 году стал первым официальным членом Ганзейского Союза нового времени от России. В 2010 году в городе были подписаны учредительные документы о создании Союза русских гонзейских городов. Проводить русские гонзейские дни было решено в 2011 году. В настоящее время в Союз русских гонзейских городов входит 14 древних городов России. Министерство культуры России выделило некоммерческой организации возрождение объектов культурного наследия порядка полутора миллиардов рублей на восстановление и консервацию древних храмов Монстрей и Усавди Псковской области. Как сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, журналистам весной 2019 года была начата масштабная подготовительная работа. Создано оно возрождение объектов культурного наследия в Псковской области, которое он возглавил. 100 миллионов дала еще Транснефть. Это гуманитарная помощь. Ростуризм пообещал дать 350 миллионов рублей. Что называется по сусекам наскребли. Это хороший пример, как можно разные программы совместить под одну задачу, чтобы Псковская область была чрезвычайно привлекательной, что она давно заслуживает, сказал Степашин. В свою очередь, митрополит Псковской и Парховский Тихон отметил, что в первоочередном порядке необходимо привести в нормативное состояние Троицкий собор, церковь, Адигитри, Мирожский, Святогорский и Снитогорские монастыри. Митрополит добавил, что до недавнего времени главной проблемой был склон Снитогорского монастыря в Пскове. Начиная со следующего года, там, наконец-то, будут проводиться работы по берегоукреплению. По укреплению склонов Псково-Печерского монастыря уже ведутся работы, сказал он. Ранее оно возрождение объектов культурного наследия определилось со списком объектов, на которые планируется привлечь финансирование, в их числе Троицкий собор в Псковском кривле, Мирожский монастырь, Святогорский монастырь в Пушкинских горах, Снитогорский монастырь в Пскове. Двинско-Пинежский монастырь определяет объем причиненного вреда лесному фонду, после чего все материалы будут переданы в контрольно-надзорные органы. В свою очередь, пресс-служба Greenpeace России сообщает, что в процессе и после создания заказника на его территории были проведены 8 сплошных вырубок леса и проложены лесовозные дороги. Общая площадь вырубок, по предварительной оценке, составила около 156 гектаров, отмечает пресс-служба. Двинско-Пинежский государственный заказник создан решением правительства Архангельской области 1 октября 2019 года. Положение заказники вступило в силу 18 октября. С этого момента рубка лесных насаждений на этой территории запрещена. Новая особо охраняемая природная территория, за создание которой экологи боролись более 17 лет, защищает 300 тысяч гектаров исчезающей северной торги, последний крупный массив первозданных лесов в Европе. Режим заказника позволяет жителям ввести традиционное природопользование, охоту, рыбалку. Запрещена промышленная заготовка древесины. Государственный музей-заповедник Петерго в 2019 году посетили 6,2 миллиона человек, сообщила директор музея Елена Кальницкая журналистом. Мы остаемся самым посещаемым музеем России, но это объяснимо, так как Петергоф – это дворцово-парковый ансамбль. 60% посетителей – россияне. В этом году мы продлили часы работы заповедника до 9 часов вечера в течение всего сезона. У людей практически не было претензий к музею, отметила Кальницкая. По ее словам, музей и дальше не планирует продавать билеты через интернет. Мы следим, как работает мир. В Лувре вообще не работают кассы в музее, и у них бывают проблемы. Мы, наоборот, не продаем в интернете, потому что выкупят все за месяц вперед, а потом начнутся возвраты, пояснила директор ГМЗ. Она рассказала, что ГМЗ начинает большие реставрационные работы. В частности, в павильоне «Катальная горка» в Орониенбауме планируется создать музей, посвященный императорским забавам, охоте и балам. В Рио заведующего выставочными проектами ГМЗ Анастасия Буховец рассказала, что завершена работа над проектом «Царь и врач» славянское любляне. Петр очень любил Европу, посетил 14 государств, старался перенимать все с Азов, учился чему-то новому. Это выставка о том, как Петр познакомился со славянским врачом Григорием Карбонарием. Стенды на ней оформлены в виде чемоданов впечатлений Петра I, отметила Буховец. Кроме того, Петергоф откроет в германском Аугсбурге выставку «Царские коллекции раритеты Петергофа». Немецкие посетители увидят лучшие раритеты Петергофа и Орониенбаума. 176 предметов, в основном это мемориальные вещи романовых. Некоторые вещи созданы мастерами Аугсбурга.